Меня зовут Сусько Вадим Александрович. Я буду у вас вести курс по базам данных в этом семестре. Давайте для начала я немножко познакомлюсь с вами. Можете поднять руки те, кто уже работает по специальности? А у кого есть образование магистра законченное? А бакалавры? Так, кто учится на четвертом курсе? На третьем? На втором? А первокурсники есть? Отлично, спасибо. Эта лекция вводная будет, мы поговорим. Сейчас можем. Извините, сели батарейки. Я расскажу пару слов о себе. Поговорим про организацию курса, о чем мы будем говорить в этом курсе. Дадим вводные определения и примеры в области баз данных, классифицируем базы данных и поговорим о домашнем задании и условии получения зачета. Итак, пару слов обо мне. Пять лет я работал в Digitech Labs. Это компания при политехническом университете. Занимался цифровой обработкой сигналов, а также статическим анализом кода. И два с половиной года я работаю в Яндексе и занимаюсь распределенными высоконагруженными системами. Ну, может быть, часть сервисов вы знаете. Ну, параллельно три года преподавания в том же политехе. В общем, я уже читал курсы по базам данных, но более базовые. Этот будет такой advanced курс. Ну, также читал курсы по методам обеспечения качества дедуктивной верификации и параллельным вычислением. Каков формат наших лекций? Встречаемся каждый понедельник. Лекция будет примерно полтора часа с восьми часов вечера, ну, потом полчаса на ответы на вопросы. Скорее всего, по домашним заданиям у вас будет множество вопросов. Я надеюсь, что у нас будет примерно, ну, как минимум 14 лекций. И во второй половине курса, может быть, уже через три недели у нас будут периодически приходить приглашенные докладчики, в основном из Яндекса, которые являются специалистами в определенных областях баз данных. ФРА – домашнее задание. Чтобы получить зачет, нужно сделать курсовую работу. Каждый из вас, кто захочет получить зачет, напишет свое хранилище данных, я буду выдавать новый фичер-реквест каждые две недели, и у вас будут две недели на реализацию. Некоторые фичер-реквесты будут адскими, их необязательно выполнять, но если вы выполните, получите бонусы. Как все будет выглядеть? Вы заводите проект на Bitbucket, либо на GitHub, включаете issue-трекинг, будем общаться с вами через тикеты. То есть, если у меня есть какие-то претензии к вашему коду или что-то там, хочется прояснить, я буду писать тикет. Вы будете что-то делать и закрывать его. Писать можно на Scala, либо Java. Обязательны тесты. Если на Scala, то это Scala-тест на Java G-Unit. И обязательно нормальная сборка. Ну, желательно на Mavin, если хотите, на Scala Build Tool. Так, кстати, мини-опрос. Кто знает Java? Ура! Надеялся, что хуже. А Scala? Отлично. Ну, на Java тоже можно писать. Нет. В вашем проекте обязательно файл readme с описанием вашего проекта, его архитектуры, модулей. Это просто текстовый файл, который есть в любом нормальном уважающем себя open-source проекте. И файл install, который описывает, как вашу штуку собрать, поставить, если нужно, и запустить, и что ей требуется. То есть, это руководство для даунов, чтобы любой мог это взять и запустить. И в самом конце от вас требуется отчет, ну, минимум две страницы, включая титульный лист. Ну, максимум десять страниц картинками не надо вставлять. Там JavaDoc, какие-то выдержки из официальной документации. Лучшие картинки. И очень рекомендуется делать не одному, а в командах вплоть до трех человек. Потому что так будет интереснее, и вы больше успеете сделать и попробовать. Материалы по лекциям. Так, во-первых, этот курс будет во многом пересекаться с прошлогодним курсом, который читал Илья Тетерин. Материалы по нему выложены. Но будет и множество отличий. Ссылки на материалы я не буду приводить отдельно. Они будут разбросаны по всем лекциям. Слайды я буду выкладывать. Будет очень много ссылок на статьи и блоги, и очень рекомендую самостоятельно их изучать. Ну, тут пока все. Значит, в чем стоят цели нашего курса? Во-первых, хочется познакомить вас с принципами построения систем хранения и обработки данных. На самом деле, современные системы, они неразрывно связаны с обработкой данных, нельзя отдельно заниматься вопросами хранения. Ну, постепенно вы поймете, почему. Мы будем рассматривать множество проблем и вариантов их решения на промышленных примерах систем. То есть вторая половина курса, она будет посвящена рассмотрению каждого отдельно взятого хранилища, какие трюки, алгоритмы используются. И надеюсь, что вы приобретете навыки оценки решений. Когда у вас по работе возникнет необходимость выбрать какое-то хранилище или понять, как строить систему, вы сможете рассмотреть различные варианты, взвесить их, оценить, найти достоинства и недостатки. О чем конкретно будем говорить в курсе? Ну, во-первых, классифицируем базы данных. Будем говорить о больших базах данных. Детали будут дальше. Рассмотрим отличия SQL и новых SQL-хранилищ. Поговорим-то про транзакции. Это вообще краеугольный камень распределенных систем. Конечно, по производительность. Рассмотрим многочисленные примеры, и лишь некоторые перечислены на слайде. Распределенных и нераспределенных хранилищ данных. И поговорим про проектирование систем хранения и обработки данных. О чем мы не будем говорить? О реляционных моделях, обо всем, что с ними связано, и об SQL. Потому что вам либо рассказывали об этом в институте, либо обязательно расскажут. Чтобы не было скучно. Но на самом деле мы будем проводить параллели и какие-то сравнения. Я пока не уверен, но, возможно, мы еще поговорим об этом. Рассмотрим какие-то существующие примеры систем, супермассовых систем. Хранение картинок, хранение комментариев, лайков, чего угодно, где присутствуют огромные нагрузки и куча пользователей. Может быть, поговорим про встраиваемые базы данных. Они специфичные, но тоже интересные и часто используются во многих проектах. Рассмотрим какие-то необычные решения каких-то странных задач. Посмотрим. На самом деле это все бонусные. Итак, что такое база данных? Если залезть в Википедию, то база данных – это упорядоченная коллекция данных. Примеры легко привести из жизни. Например, телефонная книга, библиотека, коллекция фотографий. В ней есть какие-то геотеги, возможно, места, даты, люди, которые распознаны на этих фотографиях. Товарный чек – это тоже база данных, потому что есть айтемы, которые вы купили, их цены, количество. Социальная сеть – это графовая база данных. Файловая система – вполне нормальная база данных, потому что она является коллекцией файлов. Точнее, блоков файлов. Географическая карта – отличный пример. Вот в Яндекс.Карты заходите, там огромный граф объектов с дорогами, с маршрутами, со всем. Ну и много-много других. Над данными. Какие операции можно выполнять над данными? Вообще есть такой устоявшийся термин «крут» – это создать единицу данных, прочитать единицу данных, обновить и удалить. На Википедии можно почитать подробнее. Ну, например, кто знает SQL, все мапится в отдельные команды. Кто-то знает про HTTP-REST. Отлично. HTTP-REST тоже построен вокруг этой концепции. Как вы знаете, ну, обычно, скорее всего, вы должны знать, что есть метод HTTP-GET. Это лишь один из методов протокола HTTP, поддерживаемых. И остальные методы как раз призваны для того, чтобы выражать операции терминологии «крут». Например, когда вы заполняете форму и нажимаете «Ок», то обычно происходит пост, и на сервере что-то создается в ответ на вашу форму. Например, создается пользователь, или создается заказ, или создается комментарий. Но про это мы еще поговорим подробнее. Давайте вернемся к самому примитивному примеру. Это бумажная телефонная книга, которая, наверное, есть у любой бабушки. Ну, что можно сделать с ней? Если нам нужно создать какую-то запись, то что мы делаем? Ну, мы знаем, что хотим вписать фамилию человека и его телефон. Мы открываем страницу по первой букве фамилии, ищем свободное место и вписываем телефон. Ну, как нам позвонить человеку, зная его имя, фамилию? Опять открываем на первой букве фамилии, просматриваем все записи, находим телефон, звоним. Ну, как изменить? Опять открываем на первой букве фамилии, находим человека, зачеркиваем, идем в конец, ищем свободное место, вписываем измененный телефон. Ну, например, у него поменялся телефон, либо мы хотим дописать второй телефон. Ну, как удалить? Понятно, опять нашли человека, зачеркнули его. На самом деле, пример очень простой, но он помогает продемонстрировать очень множество концепций. Например, скорость телефонной книги. Ну, создать вроде бы относительно быстро. Вы нашли место, куда вписать человека. Но все остальные операции, они все точно так же сводятся к поиску места, либо к поиску существующей записи. И обратите внимание, что все это работает только при соблюдении на варианты, что у нас для одной ФИО либо нет записи, либо существует только одна незачеркнутая запись. Для сохранения целостности, оценки скорости работы телефонной книги это очень важно. Но давайте попробуем оценить точнее. Так, кто из вас знает нотации О, Большой, О, Малый от Н? Отлично. Ну, чуть-чуть освежим. Ну, на слайде приведено формальное определение. К нему есть какие-то вопросы? Кто-нибудь видит незнакомые символы или что-то? Вы не стесняетесь, можете задавать вопросы прямо по ходу. Окей. Давайте попробуем сравнить, а что вообще значит там О от Н или О от логарифма Н? Предположим, что у нас есть компьютер мощностью 1 гигаопс. Ну, 1 миллион операций в секунду он выполняет. И выполнение… У нас есть программы, и выполнение 1 миллиарда операций занимает 1 секунду. Если у алгоритма, который реализует программа с сложностью от Н, то 1 терраопс мы выполним за 16 минут. Ну, вроде неплохо как бы. Это допустимые какие-то значения. Если у нас логарифмическая сложность, то вообще все идеально. Если 1 гигаопс выполняли за 30 микросекунд, то терраопс за 40 выполним. Если Н квадрат, то нужно подумать, использовать ли такие алгоритмы. Даже Н лог Н, который считается, в общем-то, не очень плохим. Ну, можно поспать, попить кофейку, сходить поесть, пока закончится. Ну, если не упадет. Ну, К на Н, что на самом деле эквивалентно О на Н. В общем, ну, понятно, у нас константная составляющая появляется. То есть, когда вы видите сравнение алгоритмов, вы должны понимать, вот, примерно чувствовать, чем О лог Н отличается от Н лог Н. Понимаете? Ну, примеры легко вспомнить из жизни. О от Н это последний перебор. Н квадрат — сравнение всех со всеми. Ну, бинарный поиск. Квиксорт. Помните, да? Ну, радиксорт. Кто знает, что такое радиксорт? Отлично. Если не знаете, то советую почитать. Ну, вернемся к телефонной книге. Как нам оценить вообще ее скорость? Ну, если в книге 100 записей совсем не сортировать, то за сколько у нас поиск выполняется? Ну, наверное, за 50 операций в среднем. Давайте так собрались. Если мы все отсортируем? Вообще все записи отсортировали. Ну, бинарным поиском за сколько мы примерно посчитаем? Что? Ну, бинарным поиском за сколько мы примерно посчитаем? И сколько это примерно будет? Ну, так в голове. Ну да, отлично. А бумажно-телефонные книги? Ну, как вы думаете, насколько хуже? Вот там книжечка есть, вот мы буквы нашли, там открыли страницу и пошли искать. Вот насколько это хуже вообще? Или лучше вдруг? Какие-то идеи есть? Что? Константу хуже. Ну, вот если вот это 6,64, то сколько там? 10, 20. Ну, как это прикинуть? Ну, это нюансы. Давайте попробуем еще приближеннее. Наверное, можно посчитать как-то так. Страничку по первой букве мы находим за бинарный поиск, потому что у нас сбоку есть буковки, так? То есть это логарифм от 28. Затем здесь используем, конечно, нечестный трюк. Если люди распределены по буквам примерно одинаково, то в среднем у нас на страничке будет вот столько фамилий. Ну, и мы получили даже чуть быстрее, чем за бинарный поиск. Еще не тратили время на полную сортировку. И вот такие трюки на самом деле используются часто, вы их найдете в коде. Но, честно говоря, все это булшит, потому что есть куча штук, которые люди не учитывают. Есть ограничения физического мира. Вот очень хочется, чтобы вы повтыкали на эту табличку. Взято это отсюда. Джей Бондер — это такой мега-чувак, который участвует в разработке системы АККО. Ну, в общем, про него можете почитать. Есть еще известный специалист Роман Елизаров. Он работает, по-моему, в DevExperts и очень любит померить всякие такие вещи. Давайте посмотрим. Ну, кто из вас знает, как общий процессор устроен? Так, давайте так. Кто знает про branch prediction? Отлично. А про speculative execution? Так, окей. Ладно, может быть, разбавим лекции в дальнейшем. Ну, как вы знаете, в процессоре есть несколько уровней кэшей. И обращение к кэшу первого уровня, на самом деле он крошечный, но можно извлечь из него запись за полнаносекунды. Как только процессор пытается выполнять, ну, современный любой процессор, он реализует спекулятивное исполнение и пытается выполнять команды наперед. Потому что если он встретил команду, что нужно что-то загрузить из памяти, это 100 на секунд, он не будет блокировать весь конвейер, он попытается выполнить другие команды. Но если он встретит команду, которая не зависит по данным, но является оператором ветвления, процессор не знает, по какому пути идти. Для этого используется предсказание ветвлений, используются статистики, по каким путям в if-ах мы ходили. И процессор все равно будет пытаться выполнять какую-то ветвь, которая, скорее всего, статистически вероятна. Вот если он ошибется, и ему придется сбрасывать результат, это 5 наносекунд. Если мы пойдем в L2, который побольше, это уже в 10 раз дольше. В процессоре реализованы операции, некоторые атомарные операции, на которых работает примитивая синхронизация. Это уже 25 наносекунд. Сходить в память – это вообще дорого. Но заметьте, сжать 1 килобайт с помощью ZIPI – это 3 микросекунды. А передать 2 килобайта по сети – это 20 микросекунд. Как вы можете представить, может быть иногда выгоднее вообще перед тем, как передавать что-то сжать. Несмотря на то, что ZIPI сжимает не очень круто, но сам алгоритм очень эффективный, он практически всегда работает с кэшом процессора и не ходит в память. А когда у нас данные лежат в кэше, то обращения все быстрые. Просчитать с SSD – 150 микросекунд. Мегабайт из памяти – 250 микросекунд. Чем сходить в другом дата-центре – это полмиллисекунды. Возможно, как вы понимаете, лучше закэшировать на SSD. Там просчитайте мегабайт последований с SSD. Так, ну тут сносочка интересная, в общем. Это одна миллисекунда. Обычный диск – 10 миллисекунд. И чем читать последовательный мегабайт с SSD, наверное, быстрее с памяти. Ну это логично. Просчитать один мегабайт с диска – это вообще мега дорого. Скорее всего, выгоднее сходить в другой дата-центр, если там данные лежат в памяти. Потому что это будет 0,5 миллисекунд плюс 250 микросекунд. Ну а сходить вообще в другой дата-центр – это полная жесть. Ну эти цифры меняются со временем, но пока они, по крайней мере, дают представление о порядках. Ну, перейдем к классификации баз данных. Вообще, сразу хочу сказать, что каких-то устоявшихся классификаций нет. Да и не может быть. Постоянно появляются новые виды баз данных. Многие базы данных являются гибридами существующих. Ну, в общем, все, что я здесь скажу неправду, это на моей совести. Во-первых, можно поделить хранилища данных по модели данных. Ну, исторически первыми появились иерархические базы данных. Затем были иреляционные – это 60-е годы. Графовые хранилища, объектные или объектно-ориентированные. В принципе, они коммерчески широко довольно используются. Документные хранилища, где база данных является коллекцией документов, при этом документы не обязаны иметь одинаковую структуру, в отличие от объектных или иреляционных баз данных. Киевелые хранилища, про которые мы будем особенно много говорить. Колоночные ориентированные хранилища. В них каждая строка представляется в виде набора колонок. И любые две строки, они могут иметь разные наборы колонок. Они также сейчас очень популярны. Ну, есть экзотические базы данных, например, дедуктивные, в которых можно что-то доказывать, делать какие-то выводы. Это пространственные базы данных, ну, например, как надстройки над Postgres, которые используются для работы с геоданными в первую очередь. Ну и многие-многие другие. Как я уже говорил, мы остановимся на этих. Возможно, затронем графовые и объектные, но ближе к концу. Хранилища данных можно разделить по исполнению, наверное. Во-первых, есть встраиваемые базы данных, ну, например, Berkeley DB, которые широко используются, может быть, в известном вам пакетном менеджере RPM. Выделенные базы данных в обычном соседнем процессе, ну, удаленные, в том числе распределенные базы данных. Ну, многие гибридные. По хранению. База данных, которая хранит данные, чисто в памяти, и при выключении питания данных нет. На диске. Особый класс хранилищ, ну, про которые мы не будем говорить. Это Data Warehousing, когда какие-то свежие данные мы хотим держать в памяти, потому что мы к ним обращаемся часто. Есть данные менее свежие, мы их держим на диске, потому что мы по ним строим отчеты для менеджеров. А есть данные, которые лежат на магнитной ленте в архиве, и которому там 20 или 30 лет. Потому что они могут когда-то понадобиться. Ну, понятно, множество гибридных. Ну, наконец, по шаблонам использования баз данных. Это лишь некоторые, конечно. Например, хранилище данных, которые используются для пересылки сообщений. Например, в ВКонтакте вы кому-то отправляете сообщение. Или отправляете смс, оно тоже проходит через базы данных. Или в Джаббере отправляете сообщение. База данных, которая используется для статистик и счетчиков. Например, лайки, дизлайки, количество комментариев, нагрузка, какие-то метрики. Хранилища, которые используются для накопления каких-то действий пользователей логирований, и которые предназначены для того, чтобы потом можно было удобно их потоково обрабатывать. Про это мы поговорим. Хранилища для онлайн транзакшн процессинг. Процессинг. Ну, например, какие-то биржи или покупки, интернет-магазины, там, eBay, Amazon. Ну, хотя кто-то поспорит. Довольно важный, но специфичный класс хранилищ, которые используются для обогащения каких-то сущностей. Ну, предположим, у вас в базе лежит множество каких-то объектов, а вы везде ходите и находите все новые объекты, матчите их с теми, что у вас есть в базе данных, и их обогащаете. Например, вы краулиете весь интернет, находите социальные профили пользователей, и если вы нашли про него новую информацию, вы ее добавляете к существующему. И так пытаетесь построить базу всех людей. Или всех организаций, например. Всех магазинов, которые есть. Вот вы хотите автоматически построить каталог, там, Yellow Pages. Ну, интересно, известный класс хранилищ данных, который используется для версионирования данных. Например, там, Git, Mercurial. Это вполне себе база данных. Ну, и многие другие, конечно. Но также базы данных можно делить по языкам запросов, по консистентности, которую они гарантируют. Об этом будем много говорить. По доступности средствам репликации, по устойчивости к разрушению и распаду кластера на части, по поддержке транзакций, по наличию и возможности бэкапов, security, конечно же, ну и многое другое. Домашнее задание. Значит, план минимум за две недели. Написать приложение «Телефонная книга». Значит, ключом у нас будет являться некий ник человека. к крайней мере мы будем «ФИО» и «Телефон». Ну, нужно реализовать стандартный набор операций, ну, точнее, три из четырех. Это добавить, получить и удалить. Ну, понятно, что апдейт можно представить, как удалить и добавить. Доступ к базе должен обеспечиваться через консоль, ну, или HTTP, или TCP. Например, какой-нибудь простой текстовый протокол. Ну, как минимум, предлагается хранить данные в памяти в виде списка, либо мапы. Ну, не пугайте, список тоже пойдет. Но, кроме того, хочется, чтобы данные жили на диске персистентно. Ваше приложение можно было выключить, закрыть ноутбук, пойти в другое место, открыть, запустить и снова найти человека. Ну, а план максимум гораздо веселее. Что? Я выложу эти слайды, они все будут выложены. Ну, план максимум, начинаем делать key value-хранилище. Просто телефонная книга — это частный случай. Конечно, его интересно тестировать на нормальных данных реальных, потому что руками все это не вобьешь. Можете взять данные с сайта MDB, либо есть замечательный список источников, откуда можно взять публичные большие наборы данных на Quora. Ну, какие, скорее всего, у вас, в вашей системе будут подсистемы или компоненты? Во-первых, часть, которая отвечает за API, разбор каких-то опций, параметров, команд. Вам нужно подумать о том, что такое будет у вас ключ, ну, раз вы делаете key value-хранилище. Ну, есть множество вариантов. Ну, не пугайтесь делать ошибки, в общем, это нормально. Как вы будете представлять документ, чем он будет являться? Просто строкой, массивом байт, ну, в которых вложено что-то сериализованное. Либо это JSON, или XML, или protoboof, или что угодно. Ну, вам нужен какой-то парсер аргументов, потому что, когда запускается ваше приложение, видимо, ему нужно указать, где лежат данные, или куда их сохранять, на каком порту слушать. Вам нужна какая-то сериализация и десериализация, чтобы вы могли из памяти что-то сохранить на диск. Вариантов тоже много. Ну, и не забывайте про надежное хранение на диске. То есть, если я добавил запись, и тут же убил ваше приложение, я не хочу, чтобы оно потерялось. Если приложение мне сказало, что запись добавлена. Ну, вариантов есть много. Либо вы после каждой операции сохраняете данные на диск, либо вы ведете commit log, в который дописываете все изменения, либо вы создаете снапшоты вашего представления в памяти. Ну, может, что-то еще. В общем, вы заводите проект на GitHub либо Mercurial. Меня призываете и добавляете права на запись. Еще лучше продублировать мне на почту. И мы начнем это обсуждать. Значит, контакты мои здесь. Общие вопросы можете задавать в Twitter. Вопросы по отдельным лекциям, которые могут представлять интерес для остальных. Можно задавать в комментариях к постам, посвященным каждой лекции. Ну, и частные вопросы в почту. Вот этот кетчик. И я вот это�� по последнее.